Всем привет! У нас сегодня новости Турции. Нужно сделать апдейт, что у нас изменилось, вам рассказать. И почему? Потому что у меня посыпалось очень много предупреждений, как вы там живете, что вообще как, от родственников, от знакомых, от моих подписчиков. Потому что на российских каналах тоже стали, как бы один день там поосвещали проблему экономическую в Турции. Все это больше узнали, больше вопросов появилось. Сегодня хочу дать апдейт из последнего моего видео, что сейчас произошло, чем живет страна, я рассказываю. Что здесь произошло за эти дни, что думают люди, что здесь сейчас происходит. Мы вот честно сегодня только вот эту ситуацию экономическую, лиры, выгоды какой-то. Будем это обсуждать и политику, конечно. Первое, что хочу сказать. Когда у нас впадала лира Росдоллар, он вообще критик исторического своего 13 лир достиг, 13 даже с лишним. И в рублях это было, что я вот последнее видела, обновляла обменник, это 5.8 рублей одна лира стоила. Если ты открываешь телевизор, эта тема вообще не обсуждалась очень долго, когда я ищу прошлое видео свое новостное. Делали вид, что ничего не происходит. Естественно, каналы, которые государственные. Здесь все новости, вся движуха здесь идет в Твиттере, который еще правительство не может контролировать. И у нас больше в России Телеграм, но его тоже контролируют. Да, Телега здесь тоже есть в Турции, она не такая популярная. Твиттер здесь популярнее Телеграма все равно. Инстаграм тоже уже весь под контролем. Там жалобы всякие идут, что-то удаляются посты и так далее. Итак, все-таки нашлись люди, активисты и так далее, которые начали поднимать эту тему. Всякие программы по телевизору начали это обсуждать. И вот я говорила, что объединилась, мы с тобой можем сказать, оппозиция президента, другие партии с претензией, что досрочные выборы президента снимать его и парламента. Полные выборы. Сначала парламент просили, потом вообще пошли разговоры, что давайте президента менять будем, для чего он страну довел. Он долго очень игнорировал, не отвечал, не замечал проблемы. Потом он выступил и сказал, что, ой, ребята, это все по плану, все так должно быть, успокойтесь, подождите, потерпите, как всегда, да, снять вот этот агрессию, человеческий бунт, давление выпустить пар не дают. Ну, это типа, подождите, потерпите, будьте ждунами, потому что все по плану, потому что это же плановый, скажем так, вообще все близилось с Турцией и близится еще до сих пор, это не закончилось к дефолту, потому что ЦБ Турции понижал процентную ставку кредитов. То есть кредитование сейчас Турции, брать кредит, это очень удобно. Вот планировали брать, там, не знаю, кредит, квартиру купить, машину купить, небольшие покупки. Это то время, когда сейчас маленький процент за кредит, сейчас удобно взять кредит, их сейчас раздают направо-налево, они собирают деньги, потому что, да. И вот дошло до того, что вот для чего, типа, эта политика такая экономическая страна, все мы поднимаем внутреннее производство, все, что в стране наше производство дешевое будет, мы раздаем кредиты и так далее. Но почему проблема-то, в чем началась? К тому, что компании, и особенно стройка, боятся прогнозировать, потому что очень многое завязано на долларе, покупка сырья, производство различное, товары. И люди стали, соответственно, забирать деньги, либо не пролонгируют большие контракты, стройки и тому подобное. И вот с этого-то вся история-то началась. Люди не уверены в лире, не уверены, не могут прогнозировать свои экономические дела на будущее. И фирмы крупный бизнес, поэтому пошатнулась вся история. Доверие, короче, мне, да. В общем, он так выступил, никого-то не удовлетворило. И да, люди выходили у нас на протесты. Это Анкара, Стамбул, несколько еще городов крупных. Это было не супермассово. Останавливала полиция. Подавить протесты удалось. Я не буду вставлять кадры, потому что у меня YouTube банит за авторское право. Я уже это делала. Перезаливать видео придется. В общем, поверьте мне на слово, это видео есть все в интернете. Это все в Twitter публиковалось. Не в Instagram, нигде, не в телеге. В Twitter. Все новости в Турции в Twitter. Были в Twitter каналы, или, как сказать, аккаунты социальные, групповые, когда люди призывали выходить на митинги. И уже вчера я видела новости, что этих людей разыскивают, их будут наказывать. Те, кто призывал выходить на протесты, протесты быстро подавили. Холодильник побеждает телевизор сейчас. Вот этот процесс идет. Это процесс все идет. Посмотрим, к чему выведет. Потому что турки ментально очень горячие, вспыльчивые. Помните, про что я вам рассказывала? И это не то, как россияне готовы терпеть. Здесь непредсказуемы вот эти перемены. И поэтому говорить, типа, они никогда не выйдут на протесты и так далее, это не факт. Посмотрим, что будет. Будем наблюдать, да? Скажем так. Немножко откатился назад курс. Почему? Потому что сегодня у нас происходит встреча Ирдана и принца Эмирата, что планировали. И там идет разговор о вливании экономическом, не знаю, как правильно сказать. Ну, собственно, будут деньги, которые помогут сейчас поддержать экономику. Разговоры о том, что будут вот эти вливания. И это так стагнировалось. И люди ожидают, что в снях парламент там будет пересматривать повышение минимального прожиточного минимума, минимальной зарплаты. Сейчас зарплата по Турции минимум прожиточный. Это 2 800 с копеечками. Планируют поднимать до 5000 лир вот этот прожиточный минимум. Примут или нет, еще неизвестно. Какой результат будет? Ну, задается удержать, скажем так, панику людей, что происходит. Про не людей сейчас расскажу. Какие здесь настроения, что это было? Вот вторник прошедший, да, когда каждый час менялся курс доллара. Люди просто весь день все остановили работу, сидели, проверяли курс. И к вечеру он был 13 с лишним лир. И все схватились за голову. Кто что думает, все понимает, что происходит. Про что происходит. Магазины постепенно, что я говорила, все будет дорожать, поднимают цены сразу в два раза. Но все. Не все, не везде. Но некоторые производители, особенно все иностранное. Apple в тот вечер закрыл продажи, принятие заказов на новый iPhone. Они же еще сейчас их дефицит, их не так много производят, искусственно все это создают. И так было проблематично купить 13 iPhone новый, потому что и MacBook'и новые. Потому что очередь на них, ну люди все хотят купить, новинка, все такое. А сейчас вообще остановили предзаказ, снова ничего не увозят, пока не стагнируется курс доллара и лиры. Потому что в один вечер во вторник курс доллара был такой, что компьютер Apple стоил дешевле, чем в Америке, здесь в Турции. Естественно, их начались разбирать, вкладывать в это деньги в последний момент. Это были просто адские продажи. Я не скажу, что люди прям рванули что-то скупать, как когда у нас в 2014 году в России, да, из 30 на 70, сколько оно, на 60 доллар. Но люди, которые планировали иностранную бытовую технику, что из доллара оно будет дорожать. Иностранное какое-то там что-то, средства какие-то, там, не знаю, одежду, косметику, бытовое что-то, капитальное такое, дорогое. Все, конечно, пошли это покупать. Я честно скажу, в среду я была в магазине, просто планово, скажем так, да. Я видела, как люди идут, люди с деньгами, покупать то, что они знают, что через пару-трех дней на это поднимется. Цена постарается не купить. Хотя, может, то есть стало больше импульсивных, неосознанных покупок, когда люди только об этом думали, а сейчас они это покупают. Потому что они знают точно, это сейчас станет дороже скоро. Нет такого, чтобы люди прям сели, затаились и ничего не скупают. В магазинах продуктовых, я повторюсь, да, масло подсолнечное, там, рис, какие-то такие продукты, которые срок годности, консервы какие-то, вот такое тоже покупают, да. Кто понимает, что скоро это будет гораздо дороже. Каждый, короче говоря, по своим средствам, да, богатые покупают дорогое, то победнее что-то подешевле, но люди начинают запасаться. Я так сказала, выжидать, скоро придется высиживать, посмотрим, что будет. Люди, у которых были покупки необязательные траты, придержали свои деньги, эти траты не делают. Про жилье я сейчас скажу. Жилье тоже сейчас у нас будет дорожать, покупка, продажа, аренда. Поэтому, кто планировал, покупает вторичку, потому что это проверено, готовая квартира, ну, не суперстарые дома, там, ну, а, лень, там, 5-10 лет, да, не суперстарые, какой-то стареоподснос. Есть дома, знаете, подснос, да, когда ты потом придет застройщик, и тебе выплатят больше, ты на этом выиграть можно. Не такие дома, не подснос, но вторичка обычная, хорошая, можно жить. Это то время, да, когда надо сейчас покупать, особенно если вы же за границей, у вас есть деньги, вы планировали купить квартиру в Турции, там, как дачу рассматриваете, виллу, может быть, или переезжать. Пожалуйста, время сейчас приобретать с вашим курсом разницу вот в эти дни именно, прям здесь и сейчас. Никто сейчас не вкладывается в стройку. Первые этапы строительства, стройка и перед сдачей дома. Почему? Потому что Центробанк понижал процентную ставку на кредиты, кредиты набрали, не факт, что сейчас могут выплачивать, потому что доллар поднялся, соответственно. Многие компании будут банкротой, в первую очередь, компании, которые с застройкой. И очень много сейчас стройка становится, заморозится. Не факт, что это навсегда, типа, тогда будет проблема забрать свои деньги, их потом со временем достроят, это Турция. Но заморозится стройка на какой-то промежуток времени, может быть, там, типа, оля пять лет. Не вкладывайте в это деньги, в своих денег не увидите. Стройка сейчас не варик, только вторичка. Дорожает вообще, естественно, все. И новости у нас такие были вот про доллар, заголовки новостные, до чего мы дожили. Хэштеги, которые были в Твиттере популярны в эти дни, это хэштег Титаник. Типа, мы все идем ко дну, мы тонем, и в хэштег СОС мы тонем. Хэштег хлеб четыре лиры, потому что недавно он стоил одну лиру, полторы и так далее. Сейчас хлеб уже, будка, четыре лиры стоит. Ну, в общем-то, и, естественно, в митинге, когда были люди по улицам шли, они говорили не за, там, перемены что-то там, они говорили за свержение правящей партии, что надо менять политический устой. Выборов, я, конечно, думаю, не будет ничего, сейчас эту историю все равно замнут, они сейчас что-то вольют, они поменяют курс этой политики. Но выборы 23-го года, которые будут в Турции, они будут самые показательные. Если люди будут испытывать еще какие-то лишения, проблемы, они будут сейчас финансовые дальше. И, то есть, это не успокоится, не забудется к 23-му году через год выборов. У нас будут большие политические изменения, это 100%, потому что людей недовольных стало очень много. И еще хочу добавить, что корона, официально уже министр здравоохранения выступал, в эти дни просто эта информация затерялась, что в Турции, как в Европе сейчас все на карантин, опять новая волна, в Турции закрывать карантин ничего не будет. А наша экономика в такой ситуации, что это люди точно не переживут, точно выйдут на протесты, они боятся это все тревожить. Официально заявили, утвердили, не переживайте, пожалуйста, карантина не будут, не волнуйтесь. Но заболеваемость тоже высокая в Турции, тоже болеет очень много, и очень много болеет дома. Но при этом вакцинацию там проходили. В общем, корона, вообще, до свидания, эта тема сейчас не первичная. Когда меня спрашивали, а почему такая ситуация в Турции экономическая, я вам скажу, дело не в короне. Когда мне пишут, ой, во всем мире так. Ребят, дело не в короне. Не во всем мире так. Нет. Это в Турции экономический кризис, скажем так, этот, который формируется, такой огромный. И вот такого не было 20 лет. Он из-за политики. Из-за того, что Центрапланк снижал процентную ставку по кредитам. Все. Дело не в короне. Это никакой не стрессовый момент. В других странах свои другие проблемы. Здесь вопрос внутренний, политический, экономический. Посмотрим, что будет дальше. Поэтому здесь такие митинги идут, протесты не против коронок, а вида экономики, что с этим связано, а против правительства. Это другая история совсем. Это не то, что во всем мире происходит. Это не то. Будем следить, что происходит. Я буду вас информировать. Сможете где-то пересказывать, рассказывать, что у нас здесь происходит. Какие ощущения у людей. Все естественно. Что-то покупали сейчас. Вложили. И мы сейчас потихонечку завязываем пояса. Сидим, ждем. Наблюдаем, какие меры будут приниматься правительством. Что сейчас будет дальше. Как-то ситуацию попробуют решить. Жду ваших комментариев. Ставьте лайки. Пожалуйста, подписывайтесь на канал. Мне очень нужна ваша активность. Спасибо за внимание. Всем пока.